Лет через 50 Одессы, какой успели увидеть ее мы, может уже не быть. А возможно и раньше. Скорость разрушения города дает повод для самых мрачных прогнозов. Чиновники мэрии, кажется, только и ждут, чтобы на месте разрушенных памятников возвести дорогую недвижимость. Представить Одессу в руинах довольно просто. Нужно внимательно присмотреться к центральной части города. Разрушаются не отдельные здания. Старая застройка трешит и сыплется сплошь. Вот, к примеру, улица с непопулярным теперь названием Дворянская. Куда ни взгляни, грустно становится. Дом номер 20. Памятник архитектуры, построенный в 1894 году, охраняется законом. Да толку с тобой никакого. Если чиновнику все равно, табличка не поможет. Через дорогу дом номер 21. Тоже памятник. Балкон того и гляди, рухнет на голову прохожим. Часть его уже обвалилась. Пока без жертв. А там, как знать, лучше проходить подальше. Дом номер 23, где размещается детский садик, коммунальное учреждение. Двери на балкон надо бы закрыть. А то не ровен час выйдет ребенок. Воздухом подышать. И все. Не дай бог, конечно. Но все может статься. Дом на углу Дворянской и Нежинской вообще является собой зрелище жуткое. Прямо декорация к фильму о конце света. Представьте, как падают сразу два эркера. Тонн 20 или больше камней, дерева и стекла. Попасть под них верная смерть. Причем таких архитектурных деталей в доме 3 все в отвратительном состоянии. И что интересно, тут же находится подчиненный городскому совету детский клуб, по дороге в который юные одесситы проходят под аварийной стеной. Как написано на охранных табличках, повреждение памятников наказывается по закону. Но что называется повреждением? Когда сознательно или случайно уничтожают часть здания, это безусловно. А разве не то же самое, если старинную застройку преднамеренно доводит до разрушения? Это вернее назвать вредительством, посягательством на достояние будущих поколений. И творит его городская власть. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.